Доброе утро, Хакасия! Привет всем, кто начинает день вместе с телеканалом РТС. Сегодня заряжать вас позитивом будем мы, Кирилл Ермаков и Наталья Чудина. Сегодня расскажем о самых важных событиях этого дня, покажем настоящий гоночный автомобиль и лисью деревню. Об этом и не только в Утрихе, Хакасии. Оставайтесь с нами. Кирилл Ермаков Вообще Михаил Ломоносов в своих исследованиях охватил многие сферы науки и искусства. От физики и химии до литературы и создания мозаичных полотен. Просто алмаз русской науки. Кстати, об алмазах. В этот день уже в 1829 году найден первый алмаз в России. Это произошло в Пермской губернии на одном из золотых приисков. За полукаратный кристалл 14-летний крепостной Павел Попов получил вольную. Практически весь мир получил волю и свободу в своих передвижениях в 1841 году, после открытия первого туристического агентства. С тех пор эта отрасль только развивается. И теперь любой из нас имеет возможность путешествовать по миру с удобством. И с купальником бикини. Его презентация прошла в Париже через год после окончания Второй мировой войны. И через 4 дня после ядерных испытаний на Атоле бикини. Это событие буквально взорвало мир моды. И не только. Бикини то запрещали, то разрешали, а Ватикан так и вообще назвал этот пляжный наряд греховным. Страсти по бикини давно улеглись, а сегодня он есть в гардеробе каждой модницы. Ну а я от лица всех мужчин говорю спасибо Луи Риару, дизайнеру, сконструировавшему бикини. И надеюсь, что женщины будут почаще нас радовать в нем. Боюсь, что сегодня порадовать мужчин, надев бикини, у нас не получится. Погода не та. Да уж, в республике по-прежнему дождливо и пасмурно, что отражается и на показаниях термометров. В дневное время воздух прогреется в среднем от 15 до 19 градусов тепла. Ночные показатели колеблются от 8 до 14. В Черногорске и Усть-Абакане облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, в Сорске плюс 14. И там, и там дожди. В Саиногорске, Бея и Белом Яре дневная температура достигнет 18 градусов тепла. Переменная облачность, возможны незначительные осадки. В Аскезе днем до 19 градусов со знаком плюс. В течение дня кратковременные дожди. В Багарде плюс 18, и дождь здесь тоже ожидается. Погода в Шаре еще сильнее подпортит настроение отдыхающим. Здесь плюс 18, пасмурно и небольшой дождь. В Абазии и Таштыпе максимальная температура днем 16 градусов выше нуля. Дожди в Копьево весь день пасмурно, плюс 16 на градусниках. И также не обойдется без дождя. В Абазии облачно и дождливо. На термометрах 18 градусов днем, ночью всего 12 тепла. Вот таким будет предстоящая идея. Что важного произошло в Хакасии за последнее время. Прямо сейчас. В Хакасии одни из самых высоких зарплат в Сибири, также выше среднего по Сибирскому федеральному округу, получают жители Забайкалья, Красноярского края, Иркутска и Томской областей. По информации статистиков, это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента. Средняя заработная плата в СВО сегодня составляет почти 35,5 тысяч рублей. В главном музее Хакасии открылась первая стационарная выставка. Теперь на втором этаже комплекса посетители могут увидеть настоящую хакасскую юрту. Хранители истории воссоздали традиционный быт хакасов. Жилище разделено на мужскую и женскую половины. Древнее жилище можно увидеть изнутри, в него можно входить и тут же проводить музейные занятия и мастер-классы. Дополняет выставку уникальной фотографии начала 20 века из фондов Хакасского и Минусинского музеев. Этнографическая экспозиция будет расширяться. Музею еще есть чем удивить знатоков хакасской культуры. В республике зафиксировано значительный рост числа ипотечных кредитов. С начала года больше 5000 жителей Хакасии приобрели новое жилье с помощью ипотеки. Это объясняется уменьшением процентных ставок. Сегодня по данным статистики взять жилье по этой схеме могут 40% россиян. Эксперты уверены в позитивных перспективах развития рынка этого вида кредитования. Впрочем, и обвала ставок по ипотечным кредитам в ближайшее время ожидать не приходится. Со следующей недели в республике начнет работу межрегиональный летний литературный лагерь. Здесь соберутся молодые дарования из четырех регионов страны. Хакасии, Томской области, Красноярского края и Тувы. В этом году сквозная тема лагеря «Устное народное творчество» как основа становления литературы Хакасии. В программу включены не только занятия, но и экскурсии по живописным местам тёйской земли. Вечернее время отведено для творческих поисков. Лучшие работы участников лагеря будут включены в сборник молодых авторов. КВН, конкурсы городков, семейные эстафеты и спортивные состязания. Так творчески подошли к празднованию юбилея коллективы учреждений УФСИН по Хакасии. Традиционный летний фестиваль в этом году прошёл в 25-й раз и собрал более 200 сотрудников пенитенциарной системы. О том, как это было, смотрите далее. Уже четверть века бывший пионерский лагерь и теперь ведомственная оздоровительная база «Ачуры» собирают в своих корпусах самых активных, самых творческих и самых спортивных сотрудников ВСИН. В основном у нас молодёжь участвует в фестивале, чуть старше поколение воспитывает, молодое поколение, передаёт традиции свои. Тут семьями люди, семейные эстафеты проводят. Проводим культурно, трезво и для того, чтобы на год остались какие-то впечатления. В течение трёх дней на спортивных площадках и сцене разворачиваются настоящие баталии. К слову, отличная физическая подготовка сотрудников делает спортивные состязания по-настоящему зрелищными. Поддерживая проходящий в эти дни Мундиаль, особое внимание уделили футболу. Соревнуемся. Здесь кто, как говорится, станет сильнейшим. Здрасте, кипят, посмотрите, болельщики сидят. И дудки, и свистелки, и кричалки, и вычалки. Лучшими по мини-футболу стали сотрудники отряда спецназначения. А вот в волейболе безоговорочными лидерами и у женщин, и у мужчин стали сотрудники СИЗО-1. В метании покрышек отличилось и К-35. В армрестлинге не было равных команде управления, ведь в её составе настоящий чемпион мира по универсальному бою. Впрочем, спортивными испытаниями здесь никого не удивишь. А вот в творческом направлении приходится поломать голову. Удивлять из года в год строгое жюри всё сложнее. Конкурс городков, в котором каждое учреждение проводит презентацию, стал одним из самых зрелищных. Подготовка к нему идёт несколько месяцев. Шьются костюмы, разрабатывают сценарий. Мозговой штурм такой своеобразный, когда обмениваются все идеями. Большой такой жаркий спорт, горячая фора, скажем так. Оно насыщенное, интересное, и, ну, прям хочется расставаться. Попадили матрасы, скрутили в КамАЗ, и новая форма одета на нас. Конкурсы КВН шли в течение двух дней и помогли раскрыть целое созвездие талантов. По итогам всех творческих состязаний первое место заняла команда управления в СИН «Позитив». Второе место поделили команды СИЗО-1 и ВИУ-34. Третье место у команды ИК-35. Особо отметили и детей сотрудников, которые тоже участвовали в соревнованиях. Ведь фестиваль за годы существования стал уже и хорошей семейной традицией. Мы продолжаем радовать телезрителей фотографиями и видео с чемпионата мира по футболу. Этот раз в поле нашего зрения попал российский полицейский. Он мастерски чеканит мяч. Страш закона еще раз доказал, в России владеть мячом все-таки умеют вопреки сложившемуся среди наших граждан стереотипу. Кстати, наши люди и машины делать умеют, а точнее переделывать я вам сейчас покажу. Доброе утро. 2002 год. Позиционировался компанией как автомобиль бизнес-класса, прямой конкурент тойотовских саданов Чайзер и Креса. В автоспорт я пришел в 2011 году. Ну, то есть уже с пониманием, что я пришел в автоспорт. Приобрел вот это Лоурели, которое у меня по сей день. С этого, наверное, все и началось. Я к этому годами шел. Это не первый год. Когда я его приобрел, я на нем и автоспортом занимался, и семью возил по делам. Ну, там такая история была интересная. Со временем так вышло, что он стал гонкой. Как любят говорить ребят из Красноярска, квартира под капотом. Ну. Вот. Что мы имеем? РБ-26 двигатель от Nissan Skyline GTR. Сколько расчетные силы? Получилось у нас настроиться на 420 лошадиных сил. Вот это такая прям самая лойтовая настройка. Можно больше? Да. Прям, ну, запас еще приличный. Вот это что за дудука у тебя такая? Дудука – это турбина GT3582R. Трактор? Нет, она, по-моему, от грузовика какого-то. Вот это радиатор? Вот это вот, да, радиатор. То есть для более хорошей развесовки и более хорошего охлаждения мы перенесли из-под капота радиатор в багажник. Это нормально, что через багажник вот так ногу вижу? Да, нормально. Это специально вырезано, чтобы все тут охлаждалось. В прошлом году мы удаляли вес порядка 40 килограмм. В этом году мы плотно подошли к облегчению автомобиля. Удалось снять 168 килограмм. Я примерно вижу, откуда можно снять еще десяточку. Да. Как минимум. Что, поехали кататься? Поехали. Довольно комфортный автомобиль. Да, место классно. Да. Место вообще по-за глаза просто, вот. Чтоб все видели. Это что за палка? Катая ручка. Ну, мы же потихоньку поедем, да? Да, потихоньку. Нам же нельзя быстро ездить. Мы же соблюдаем правила дорожного движения. Да, соблюдаем. И в них. А что на приборе, кстати, у нас? Давление масло, температура масло, санта, 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 санта и на душе. По улицам вообще я не езжу. То есть машина передвигается на сегодня из бокса на прицеп. С прицепа, там, допустим, до гоночной трассы. С гоночной трассы опять на прицепе до бокса. Что, мой черед, отдаю Сане камеру. Сколько стоят все эти вложения? Ну, это дорого. В общем, все, спасибо тебе, Саня, большое, что машину показал, прокатил, дал прокатиться. В общем, успехов тебе. Давай, будем за тебя болеть. Вот так вот. Доброго утра. Наталья, а чем ты сегодня утром завтракала? Овсянкой, сэр. Ну, а если честно, я не ем по утрам. Мне некогда, потому что я спешу на любимую работу. Такое рвение к труду, конечно, похвально, но все же утренний прием пищи пропускать не стоит. По мнению диетологов, завтрак должен быть неотъемлемой составляющей каждого дня. Он дарит заряд бодрости, улучшает работоспособность и мозговую активность. А чем же лучше всего завтракать? Ну, уже упомянутой тобой овсянкой. Мы знаем о ней, кстати, пять интересных фактов. Овсянка занимает второе место среди круп, по количеству белка уступая только гречке. Один прием пищи в виде овсянки снабжает нас 20% белка от ежедневной нормы. Вкус овсяной каши во многом зависит от ингредиентов, которые добавляются в кашу – молоко, сахар, орехи или ягоды. Вкус овсянки на воде без добавок нейтральный, с легким ореховым привкусом. Овсянка показана тем, кто впадает в хандру, подолгу не может уснуть или нервничает из-за всяких пустяков. Секрет успокоительной каши – витамина группы В, которые содержатся в овсянке в большом количестве. Овсянка особенно полезна жителям больших городов с невлагоприятной экологией. Она способна выводить из организма токсины и соли тяжелых металлов, улучшает работу мозга и придает бодрости. Овсянка достаточно калорийная, но диетологи рекомендуют ее всем, кто хочет избавиться от лишнего веса – один-два раза в неделю устраивать овсяные разгрузочные дни. Полагается съедать около 200 граммов овсяной крупы, сваренной на воде, запивая кашу чаем или отваром шиповника. Кстати, на Руси всегда ценили овес, но к его употреблению подходили без изысков. Овсяное зерно толкли, а из толокна делали хлеб и кашу. Рецептов овсяных масок больше, чем способов приготовления каши. По данным ученых, овсяная косметология нормализует PH кожи, облегчает зуд и раздражение. Разгадку чудесных свойств овса нашли в высокой концентрации крахмала и бета-глюкана. Вместе они отвечают за защитные и влагоудерживающие свойства кожи. Овсяные хлопья – продукт натуральный, готовится из цельной крупы и сохраняет в себе все ее питательные вещества. Блюда из овсянки – это, по сути, медленные углеводы, придающие организму силы на весь день. Из овсянки готовят каши, печенье, хлебцы, варят супы, делают смузи, добавляют в рыбные блюда и даже делают вкусные котлеты. – Что это, каша, что ли? – Овсянка, сэр. – Послушайте… – Берримор, сэр. – Простите, Берримор, нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо? – Мясо будет к обеду, милорд. Настоящая лисья деревня существует в Японии. Здесь проживают больше сотни лис шести разновидностей. Они гуляют где хотят, а люди следят за их здоровьем и рационом. Любой желающий за небольшую плату может познакомиться со зверями поближе и покормить их. В Японии к этим хитрюкам особые отношения. Они считаются посланниками богини богатства. Согласно преданиям, столетние лисы могут превращаться в людей и чаще всего в красивых девушек. – Японцы верят, что лисы могут выдыхать огонь, приходить в чужие сны и наводить иллюзии. – Чтобы развеять все иллюзии сегодняшнего дня, давайте мы с вами послушаем гороскоп. Овны, вы стремитесь следовать сразу во всех направлениях и искренне удивлены тем, что это не слишком хорошо получается. Придется чем-то пожертвовать, установите приоритеты. Тельцы, сегодня у вас реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Впрочем, даже если не получится, все равно ничего не потеряете. – Близнецы, сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным, однако результат оправдает затраченные на его получение усилия. Главное не позволять себе думать, что что-то может не получиться. – Раки, сегодня вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую-то ошибку. В общем, улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью. – Львы, если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это не означает, что ваша задача – немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун – находка для шпиона. – Девы, сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день мучительно гадая, с чего начать активную деятельность. – Весы, сегодняшний день будет длинным и утомительным. Можно лишь пожелать, чтобы он поскорей закончился. – Скорпионы, чем больше народу сегодня будет вокруг вас, тем лучше. Сегодняшний день идеально подходит для общения, как дружеского, так и по деловым вопросам. – Стрельцы, займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Получите от этого огромное удовольствие. – Козероги, чем меньше вы будете думать о себе сегодня, тем легче пройдет этот день. Угодить другим, как ни странно, проще, чем себе самому. И зачем же портить себе настроение, мучаясь этой проблемой? – Водолеи, энергии у вас много, а вот задачи вы склонны ставить неисполнимые. Зачем набрасно мучиться, лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. – Рыбы, сегодня вы будете неожиданно легко решать вопросы финансового порядка. Слите за собственным языком, его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности. – Мы желаем вам хорошего четверга, независимо от того, что вам предсказали звезды. – Увидимся завтра в то же время на телеканале РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова